Привет, друзья! Меня зовут Рыбалка Юрий. Добро пожаловать на канал I Feel Good. Сегодня вашему вниманию 10-й заключительный ролик на тему жиры и их важность для нашего здоровья. Так условно обозначил эту тему, но просто большой секрет и военная тайна заключается в том, что изначально была поставлена цель записать всего лишь один ролик, где рассказал был о лецитине, омеге-3, омеге-6. Но, как видите, сия пучина быстро поглотила меня и решил более подробно с чувством, с толком расстановкой. Просто тема действительно, друзья, очень важная. Я надеюсь, вы в этом убедились. Ну, лучше сделать работу один раз, но качественно, и затем к ней уже больше не возвращаться. И если вдруг по каким-то причинам вам, друзья, покажется, что в этом обзоре чего-то не хватает, то, пожалуйста, смотрите дополнительный материал, тот, который был уже отснят. Ну, а сейчас немножко так пробежимся по верхушкам, а потом чуть подробнее о продукте омега-3, омега-6 производства компании Аврора. Итак, друзья, что мы с вами уже выяснили. Омега-3, омега-6 являются незаменимыми компонентами питания, то есть, теми веществами, которые не синтезируются самостоятельно нашим организмом. Участвуют они во многих важнейших процессах жизнеобеспечения. И поэтому рекомендованы вообще дополнительный прием и обогащение рациона питания, чтобы там непременно присутствовали эти важнейшие компоненты для людей разного возраста. И для растущего организма, и в пожилом возрасте, для людей, которые испытывают повышенные физические и умственные в том числе нагрузки. То есть, для того, чтобы здесь уже 10 раз не повторяться, об этом уже было сказано в предыдущем материале, переходим к следующему пункту. Второй момент. Мы выяснили, что омега-3, омега-6 внутри работают по-разному. Омега-3 больше для размывки, омега-6 для запитки. То есть, они работают по принципу противоположности, единства противоположности, даже так. И принимать их по принципу, если это полезно, то, значит, можно каждого и побольше, здесь этот вариант не работает. Нужно учитывать сезонность, персональные какие-то биоритмы, ну и прочие индивидуальные особенности. О источниках омега-3 и омега-6 тоже поговорили. Омега-6 это растительное масло, качественное растительное масло. Не путать с растительным маслом хорошего качества. Похожие определения, но суть разная. Качество бывает одно, оно же единственное. Это так же, как со свежестью. Свежесть также одна, она же единственная. Ощетрину прислали второй свежести. Вторая свежесть, это вздор. Свежесть бывает только одна, первая, она же последняя. Омега-6 это растительное масло холодного отжима, первого холодного отжима. В небольшом количестве их нужно покупать, чтобы оно было свежее и чтобы не прогоркало, то есть не окислялось. Это орехи, это семечки, семена. Омега-3 это свежее льняное масло, льняное семя, рыбий жир. Ну и естественно добавки, капсулированные с рыбьим жиром. По количеству употребления, просто без фанатизма, должна быть золотая середина, потому что бывает картинка, как вот жена говорит мужу, фу, ну как ты это ешь, это такое все жирное, ну все прям в масле. А сама семечки там, опа, конечно же одной горсточкой не ограничиваемся. Конечно же семечки и орехи это еще та зараза, сколько их будет лежать, столько и будем есть. Здесь действительно тоже вовремя остановиться, но главное, чтобы, друзья, не казинаки. Семечки-то ладно, изредка можно, если уже прям до трясучки. Они же есть разные, и семечек, и тыквенных, и подсолнечных, арахисовые, даже якобы полезные, в кавычках, кунжутные. Друзья, там где есть сахар, карамель, я сомневаюсь, что сейчас в магазинах есть казинаки на натуральных каких-то сиропах или на меде на том же. С казинаками, в общем, друзья, крайне аккуратно. Пятый момент. Если мы хотим подружиться с жирами и отрегулировать жировой обмен, придется, в любом случае придется подружиться с физическими упражнениями. Спорт, физкультура, гимнастика, даже больше вот такое, общая физическая подготовка. Не обязательно там прям пыхтеть каждый день, но элементарная двигательная активность должна быть хотя бы по трем причинам. Во-первых, если есть конский аппетит на сладкое, если есть накопление избыточного жира, то как ни крути, на диетах просто не получится решить этот вопрос. Нужно обязательно заниматься физически. Нужно иногда прилагать действительно конские усилия, давать конские деньги для того, чтобы решать этот вопрос. Как говорится, смеется последний тот, кто смеется как лошадь, а стройнеет первый тот, кто пашет как конь в спортзале. Второй момент. Если же есть нарушение жирового обмена в сторону истощения, то так или иначе придется также раскачивать метаболизм, чтобы на этом фоне также подъедать полезные жиры, напитывать свои ткани, улучшать их, чтобы они активнее регенерировали, чтобы эти жиры, столь важные, необходимые, доставались нам, физические нагрузки тоже вводим. Это ускоряет метаболизм, потому что для набора веса без физо также не справиться. И, наконец, третья причина, почему жиры плюс физо равно хорошо и даже гораздо лучше, если просто жиры в коррекции питания, потому что наша нервная система, равно как эндокринная, и лимфа туда же, ну, по сути, сосуды, суставы, наша кожа прям нуждается в том, чтобы поступали нормальные жирные кислоты, чтобы они активно прям поступали для того, чтобы ткани активнее регенерировали, чтобы рыхлый вот этот целлюлит уходил. Это что? Это тоже жиры, законсервированная вода с токсинами, чтобы расконсервировать жирорастворимые токсины, для того, чтобы повысить усвоение жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. Вот для этого физические нагрузки, это будет ускорять процесс, ускорять метаболизм. Это будет гораздо лучше, если просто жиры без физо. Ну и конкретно 5 пунктов по Омеги-3, Омеги-6 производства компании Аврора. Сразу скажу, друзья, есть не только в Авроре, есть и в других компаниях. Как выбрать? Все рассказывают о том, что вот у нас самое лучшее в мире. Друзья, надо пробовать. Надо пробовать и брать там, где доверяешь. Вот я доверяю Авроре, цена приемлемая, качественный продукт, то есть уже попробовал, знаю, как работает. И сразу такую, знаете, на заметочку даю информацию, не гоняйтесь за Омегой, которая стоит дешевле. Ну вот дешевая какая-то. Потому что, скорее всего, можете приобрести какую-то из рыбьей печени. А вообще, печень считается самым грязным местом у рыб, не только у рыбы, вообще у животных. В последнее время вообще не рекомендовано употреблять никакую печень, там ни говяжью, никакую. Так вот, настоящий рыбий жир, он находится в рыбьем или в рыбном мясе, около плавничков. Вот Омега-3, которая дает плавничкам возможность быстро двигаться и шевелиться. Видите, друзья, Омега бывает разная. Ну, во всяком случае, если возьмете какой-то подешевле, ну так, результат будет, может быть, там, процентов на 10. Но раз уж решили обогащать питание здоровыми продуктами, то уж выберите достойного качества. Повторюсь, выбор остается за каждым, но разузнайте, убедитесь, почитайте. Узнайте вообще, как должен работать продукт, какова массовая доля активного вещества, кто производитель, естественно, ну и результаты, отзывы людей, которые этот продукт уже употребляли. Ну, а я поеду домой, потому что уже темнеет, вторую часть ролика запишу завтра. Но вы этого абсолютно не заметите, потому что можно же сделать монтаж. Делают монтаж. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Монтаж. Вот так выглядят продукты Омега-6 и Омега-3 компании Аврора. Их краткая, но емкая характеристика. Омега-3 прекрасно взаимодействует с ферментами, улучшая тем самым, так называемый, жировой обмен. Вообще противостоит нарушениям жирового обмена и работает, начиная от первопричин, такими как, допустим, присущение трансжирами, и заканчивая следствием, такими как накопление висцерального жира. Сюда же всевозможное уплотнение тканей, тромбозы, опухоли, аденомы, предстательной молочной, щитовидной железы. Следующий момент. Омега-3 своей подвижностью стимулирует синтез гемоглобина, коллагена и разных других полезных белков. Одновременно с этим препятствует окислительным процессам, окислительным реакциям. Здесь уже за счет присутствия того же витамина Е в составе омега-3, именно вот в продукте компании Аврора. Также препятствует окислению селена. И, кстати, витамин Е, он тормозит окисление жирных кислот, жиров, то есть жирорастворимые токсины, о которых говорил выше, утилизируются эффективно. Да и вообще усвоение селена происходит на фоне омега-3 еще гораздо лучше. И, наконец, омега-3 улучшает тканевое и клеточное дыхание, тем самым повышая общую выносливость организма. Продукт омега-6 с маслом зародышей пшеницы. Здесь также присутствует витамин Е, но в самой его активной, наиболее эффективной формуле альфа-токоферольной. Примечательен тот факт, чтобы произвести 250 грамм подобного вещества, вот этого ценнейшего витамина Е из масла зародышей пшеницы, требуется около тонны пшеницы, представляете? А вот в результате получается такой продукт. С одной стороны, омега-6 жирные кислоты, плюс еще масло зародышей пшеницы, которое включает также незаменимые компоненты, такие аминокислоты, как трептофан, лизин, валин, лейцин, изолейцин. И это все в комплексе оказывает обалденно важное и нужное действие для кожи. Для кожи, в первую очередь, это прям находка, потому что оказывает и противовоспалительное действие, и антитоксическое, защитное, питает кожу, замедляет процессы старения, выравнивает ее текстуру, позитивно влияет на оттенок кожи, на цвет лица. Да, способствует наиболее быстрому заживлению ран, ссадин, язв, ожогов, крайне эффективное средство при фурункулезе, экземе, псориазе, делает более здоровыми волосы и работает изнутри, друзья, не так, как вот в рекламе шампунями. Моем голову и все в порядке. Шампунь тоже отдельный разговор, но также надо не забывать о питании изнутри. Затем, у кого есть вопросы с любыми слизистыми, будь что носоглотка, глаза, слизистые, которые выстилают внутренние органы, то есть кишечник, там все такое, половые органы. У всех, у кого вопросы со слизистыми, омега-6 должен быть под рукой. В составе зародышей пшеницы, масла зародышей пшеницы, есть цинк, селен, скволен, важные очень компоненты, опять же, те же волосы, ногти и кожа. Вот такой продукт, да вообще, друзья, витамин Е, он считается витамином молодости, красоты, поэтому для всех, кто заботится о внешних характеристиках, внешних показателей здоровья, они тоже действительно важны. Друзья, обратите внимание на омегу-6. Сейчас я красавица буду! Теперь о количестве, о дозировках применения омеги-3, омеги-6. Здесь, друзья, приведу пару табличек, из которых станет понятно, когда, кому, в каких случаях, где каждый сможет выбирать для себя, то есть исходя из потребностей. Ну и напоследок, друзья, сделаю еще один акцент на преимущество продуктов авроры, в частности омеги-3, омеги-6, перед аптечными продуктами. Потому что многие скажут, в аптеке ведь витамин Е тоже есть, и стоит он в сущие копейки. Да, действительно, но его цена соответствует его качеству, вернее. То есть и ценность его трехкопеечная. Ну не может, не может 3 копейки стоить тот продукт, производство которого требуется много сырья. И искать хорошие продукты функционального питания или качественные продукты функционального питания в аптеке, это все равно, что спрашивать о наличии молочного коктейля в баре, там, где продают крепкий алкоголь. Тема аптеки-то вообще отдельное кино, думаю, обязательно также сниму и об этом материал. А пока что на очереди, что буду делать? А, будем вгрызаться, друзья, в прямом и переносном смысле в тему целлюлит. Тоже недалеко от жиров эта тема ускакала. Накопилось просто много вопросов, на которые уже пришло время отдать трезвый, взвешенный, аргументированный ответ. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за новыми публикациями, ставьте лайк, если видео того заслуживает, и, пожалуйста, будьте здоровы. А если вдруг у вас по каким-то причинам не очень хорошее настроение, то просто почаще вспоминайте этот мотивчик. До скорой встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...